Вот опять обводный канал. И синий мост, он и покрашен в синий. На опоре этого моста есть такая специальная линейка. Это не просто так себе линейка, это кронштадтский фудшток. Фудшточная служба организована еще в 1707 году по приказанию Петра I для того, чтобы измерять глубины, не глубины, а высоту, высоту воды. Это, конечно, очень важный показатель для мореплавания, всего остального, тем более в Петербурге, ну и в Кронштадте, где бывали наводнения. Потом, значит, по долговременным замерам этой высоты воды в 1840 году рассчитали среднюю высоту воды, назвали ее нулем. И организовали, значит, назвали ее нулем. И здесь на опоре синего моста была прикреплена такая линейка, по которой можно было замерять высоту воды. И это называлось нулем высоты воды. И вот именно этот ноль высоты воды был принят во всей Российской империи. Ну, то есть, соответственно, и в Советском Союзе, и, соответственно, во всех бывших союзных республиках. То есть, у нас именно такой метод измерения остался в других республиках, не знаю, но, скорее всего, тоже, потому что зачем что-то менять. Еще, значит, тут рядом находится вот такое небольшое здание, небольшое строение. В этом строении находится мариеграф, прибор. Так называется прибор. Название его произошло от моря и записываю. То есть, это такой прибор, который самописец, который отмечает эту высоту воды. То есть, вот в этом здании есть глубокий колодец, который соединен с водой канала. Там находится поплавок, и высота воды меняется. Поплавок, соответственно, тоже меняет свое положение. И он управляет самописцем, который отмечает, ну, рисует такую кривую на бумаге, на бумаге, которая поворачивается. И получается такая вот кривая, которая показывает изменение высоты воды. Вот, на опоре моста есть отметка, сейчас скажу, 3, точнее, сейчас покажу. Отметка самого высокого положения, ну, то есть, отметка, до какого уровня поднималась вода. Во время наводнения 1824 года. Ну, я надеюсь, что больше она так высоко, эта вода подниматься не будет, потому что для защиты от наводнений построили дамбу. Когда еще училась в институте, дамбу эту строили, было много споров, стоит ее делать или не стоит, действительно ли она так необходима, не получится ли так, что она нарушает какое-то там равновесие, и как-то, ну, природное в Финском заливе. И как-то она повредит там рыбкам и прочим животным, живущим в Финском заливе. Ну, как бы то ни было, дамбу построили. И теперь приехать в Кронштадт из Петербурга или из Ломоносова очень легко и просто на автобусе или на машине, достаточно быстро. И это более надежно, чем на пароме или на кораблике, вот, потому что не зависишь от погоды вообще. Вот, и дамба действительно защищает от наводнения. Потому что там есть, ну, замирают, постоянно продолжают замерять высоту воды. И когда высота воды серьезно поднимается, дамбу закрывают. То есть у нее такие створки, вот как, я не знаю, как двери в метро. Вот, дамба закрывается и не дают воде подходить к Петербургу. Ну, конечно, высота воды повышается, но, тем не менее, не критично. И таких серьезных наводнений давно не было. Я надеюсь, что и не будет. Вот, тут еще на опоре, не на опоре, а на берегу облицовки этого канала есть еще один памятник. Памятник блокадной рыбке-колюшке. Вот он, с той стороны. Ну, это волна, а на волне тут три, по-моему, или сколько-то, несколько рыбок. Вот. Надо с моста смотреть, чтобы солнце не мешало. Вот. Вот это не корюшка, это такая маленькая рыбка. Тут есть даже стихотворение, посвященное блокадной колюшке. Вот. Это не корюшка, это такая маленькая-маленькая рыбка. Бывает, когда корюшку покупаешь, начинаешь чистить. Там такие, ну, сантиметра три в длину маленькие рыбешки с таким шипом на спине. Обычно их выбрасывают. Ну, а во время блокады, когда любая еда была ценностью, этой рыбкой, конечно, не пренебрегали. Вот, я думаю, наверное, она кого-то спасла от голодной смерти. Сейчас я повернусь и, наверное, покажу этот памятник великий. Вот. Рыбок сделали такими желтенькими, их теперь лучше видно. Первоначально они были темные и видно их было гораздо хуже. А такие желтенькие, они, конечно, более заметны. Вот такой вот памятник. Вот отсюда хорошо видны рыбные ряды. А еще виден вот такой вот старинный кран, с помощью которого делали погрузку и разгрузку грузов.